В станицу Бердия и Лавлинского района, где проживает несколько десятков молодых семей с детьми, пришел долгожданный газ. В торжественные церемонии пуска голубого топлива приняли участие председатель правления компании «Газпром» Виктор Зубков и губернатор Сергей Баженов. Под их руководством затем прошло и специальное совещание по темпам газификации нашего региона. В этом вопросе мы несколько отстаем от намеченных планов. С подробностями Мария Иванченко. Этот момент для станции Бердия в Лавлинском районе исторически здесь наконец-то появился долгожданный газ. Несколько секунд и факел запылал ярко-желтым пламенем, символом новой жизни для поселка. Вот эта станция Бердия, которая была, знаете, как островок, островок, в общем-то, необустроенный вот такой в районе был. Сюда пришел газ. Здесь немного домов. Бердия просто-напросто у нас второе рождение получает. На плите закипает чайник. В доме наконец-то появилась горячая вода. К таким уютным условиям придется привыкать некоторое время, говорит хозяйка Валентина Давыдова. Мы очень рады, конечно, что дождались этого светлого дня. И очень, даже вот я не могу вам объяснить, какая у меня радость. Я сегодня мылась, купалась горячей водой, готовила, пекла. Появление в поселке голубого топлива стало возможным благодаря реализации «Газпромом» программы газификации регионов Российской Федерации. В этом году еще 8 населенных пунктов будет в районе вашем подключено к газификации, к газу. Конечно, это очень здорово. И люди, также у людей будет хорошее настроение. Я от души вас поздравляю с этим. О газификации Волгоградской области в целом говорили и на специальном совещании. В ходе совещания было отмечено, что обязательства «Газпрома» по газификации Волгоградской области исполняются в полном объеме. В 2011 году было построено более 500 километров межпоселковых газопроводов. При этом Волгоградской областью не выполнено обязательства за последние 4 года по строительству уличных сетей и подготовке потребителей к приему природного газа. Как подчеркнул Виктор Зубков, это ставит под угрозу реализацию программы развития газоснабжения и газификации Волгоградской области 2011-2013 годов. И ведет к неэффективному использованию финансовых средств «Газпрома». Председатель совета директоров заявил, что в такой ситуации «Газпром» продолжит реализацию только тех проектов, которые находятся в глубокой стадии выполнения. А это реконструкция 29 газопроводов-отводов и ГРС, проектирование 31 и строительство 57 межпоселковых газопроводов. Также будет продолжено возведение 4 газопроводов-отводов и 4 ГРС. Виктор Зубков выразил надежду, что нынешнее руководство региона сможет решить все имеющиеся проблемы. На что губернатор Сергей Баженов подтвердил, что правительство области предпримет все усилия, чтобы выполнить взятые на себя обязательства. Мы понимаем сегодня, что в сельской местности живут такие же люди, волгоградцы, жители Волгоградской области, как и в городах. Но они не имеют возможности комфортного проживания. А если мы не решим задачу по газификации, значит фактически нам не удастся сохранить сельское хозяйство. Это та отрасль, которая сегодня позволяет жить и получать продовольствие. Вот комплекс задач, который сегодня поставлен Виктором Алексеевичем, правительством Российской Федерации, Газпромом, мы, конечно, выполним. Как бы трудно нам не было. Также подчеркнул Виктор Зубков на совещании, области сегодня необходимо принять меры и по ликвидации задолженности потребителей за природный газ. Она складывалась в течение нескольких лет. И сейчас нынешние власти региона изыскивают способы и средства на ее погашение. Сокращение задолженности. 2 миллиарда 400 было. Если они выйдут на конец года с минимальной задолженностью, 300-400, предположим, миллионов, то это я прямо скажу, это очень большой шаг. И я скажу, что очень сложно, конечно, в такой ситуации. Но они решают эти задачи. Завершился визит Виктора Зубкова в Волгоградскую область еще одним торжественным событием. Ему вручили знак «Почетный житель города Героя Волгограда». Зубков стал сороковым по счету, кто был удостоен этого звания. Мария Иванченко, Елена Мурмилова, Александр Шишин, Алексей Лунев, телекомпания «Ахтуба». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!